Всем привет, с вами Андрей Сонар. Как известно, недавно мы сделали отличный джон-бот из Эрдека. Я его откатал сначала на пруду. Ходовые характеристики прекрасны, скорость великолепная. Потом я его откатал на болоте, зарослях, перекатах под болотоходным мотором. Тоже дико доволен, всё очень прекрасно. А в комментариях меня уже начали утомлять вопросами. А как она пойдёт по волне? Конечно, я вот так вот раз и сделать волну там, где я хочу, не могу. Но я приехал на самый большой водоём в области. Это Финский залив. В данном случае это Большая Невка, выход, Финский залив. Вот здесь и буквально через километр начнётся залив. И там мы попробуем поймать волну. Что касается прогнозируемых ходовых характеристик джон-бота по волне. Конечно, они не будут такими высокими, как у больших килеватых лодок. Во-первых, лодочка маленькая, 350 всего размером. Во-вторых, она плоскодонка. Есть мнение, что плоскодонки не ходят по волне. Но что такое не ходят? Идти-то они пойдут. Только их будет трясти вот так вертикально. Комфорт нахождения в плоскодонке, он ниже, чем в килеватой лодке. Но нужно учесть такую вещь, что большинство обычных лодок НДНД, несмотря на то, что имеют какую-то условную килеватость, на самом деле на волне ведут себя точно так же, как плоскодонные лодки. Потому что эта малая килеватость, которая тем более есть только обычно в носовой части, она не обеспечивает именно защиты от этих ударов по волнам. Я уже примерно знаю, как будет джон-бота себя вести на волне, если я, конечно, волну найду. И ничего в этом страшного или дико дискомфортного не вижу. Вот посмотрите, пожалуйста, на нашу лодку Волнотрон. Это абсолютная плоскодонка НДНД. И тем не менее, Волнотрон прекрасно ходит по полутора метровым валам в порогах. Вот посмотрите. Посмотрели? Так что плоскодонки на волне это не такая уж страшная вещь. Зато неоспоримым плюсом плоскодонки является высокая статическая устойчивость. Это значит, что лодка стоит ровно, как какой-нибудь пирс. И вы по ней можете ходить в любых направлениях. Она не шатается, не кренится. С нее очень удобно ловить рыбу стоя. Это неоспоримое достоинство. Ну и второе самое важное достоинство. Это минимальная осадка. То есть способность проходить по самой маленькой глубине. Сидение может ставиться в два положения на электроз. Это высокое положение от дна до верха баллона примерно 36 см. Как у большинства НДНД лодок. И есть положение низкое, когда надо занизить центр тяжести. Тогда баночка переворачивается в другую сторону. Высота посадки становится 22-23 см. Сидеть низко, но зато очень устойчивое положение получается. Сейчас я это продемонстрирую. А вот низкое положение для занижения центра тяжести и максимальной остойчивости. Ой, ветерок, как по заказу. С нужных направлений, со стороны моря. Значит, есть одежда, что будет волна. Вот тут уже честные 30-35 см волны. Надо сказать, никакого дискомфорта нет. Ну, прыгает она, как положено плоскозонком. Блин, как красиво. Вода, как металл жидкий выглядит. Именно таким серебром отливает. Вот тут уже волнишка посерьезнее. Здесь уже море. Сейчас четко разворачивается. Эти пловники даже помогают в крен сходить. Так, что-то выражал беспокойство по поводу самоотлива, который может превращаться на волне в самоналив. Вот что сейчас сделаем. Вот, во-первых, волна сзади идет хорошая. Во-вторых, переходный режимчик сделаем, когда вода мутится максимально. А потом резко сбросим газ. Нас догонит большая волна. Чуть-чуть водички сюда попало. А вода была выше транса. И все. И вода уходит. Вот так вот правильная работа самоотлива. Я так скажу, впечатления мало, чем отличаются от малокелеватого, того же группера 360-го или 400-го, которые были у меня. Прекрасные лодки, но на волне вот такое. Они вели себя точно так же. И вот точно так же подбрасывало. Не сильно било. Почему подбрасывало? Потому что какая-то условная келевата есть только в самой основой части вот таких лодок МТНТ. Дальше она все равно ровненькая, прямая. И поэтому она все равно условно плоскотонная. Ну вот мы видим уже такую нормальную подбнижку, которая прекрасно проходится на каких-либо проблем на гнистировании. Засовая скотченная часть отбивает брызги прежде всего вниз. По волне идем. Сейчас резко против волны. И давайте сразу опять по волне. Что касается того, как улучшалась курсовая устойчивость этой лодки. На первых испытаниях лодка была абсолютно плоскотонной, и никаких плавников не было установлено. Возник вопрос, куда ставить плавники или редаты? Я позвонил одному профессиональному гонщику, который каждый год выступает на соревнованиях по гонкам на воде. И спросил, вот есть плоскотонка, куда лучше всего поставить какие-то стабилизационные элементы? Он говорит, ни в коем случае их не разноси влево-вправо. Они будут в разбаланс ходить на поворотах. Их будет еще лучше. Говорит, поставь по центральной оси в районе того места, где вот центр тяжести. То есть где ты и сидишь. Я туда поставил друг за другом два обычных маленьких плавничка, и они просто прекрасно работают. То есть плоска теперь курс держит прям как килеватая. Вот ее прямо хотим сменить. Вот прям в запитании раз она разворачивает, ее никуда не несет. Он сказал, что напор воды даже на такую маленькую плоскость настолько силен, что хватит даже этих вот даже одного, говорит, плавничка хватило бы. Но я на всякий случай поставил два, и получается то, что курсовая устойчивость просто поразительная. тогда волна будет вперед. Ох ты, аж волну этот отбойник вперед отбрасывает, как ракетка-мяч. Туда так. Раз! С таким вот струей потоком. И при этом лодка-то не тормотится. Вот сейчас еще дыру. Опа! И где вода? Вода вся там. Ну вот, наконец-то, нашел я ту волну, которую искал. Как я ожидал, ближе к берегу ее раздуло. И вот сейчас как раз и оценю приятственность нахождения в Сунхоте на такой волне. Оф! Вот волне. Вот она. Нормально. Нормально. Ну вот, пожалуйста. Здесь уже волна такая, на которой даже на любой лодке 350-го размера будет не очень. Хоть на гелеватый, хоть на плоскордон, хоть на мини-рибчике каком-нибудь даже. Но на этой лодке не хуже, чем, например, на какой-нибудь другой лодке NDND. Вот сейчас я иду против волны в переходном режиме. лодке. Аккуратно привилизирование вывести. Попрыгать немножко. Аккуратно привилизирование. Прыгаем по лобам. Ах-ха-ха! Сейчас вот специально подойду, покажу, как шатает этот самый басбот на этой волне. большой профессиональный катер. Так, я хочу посмотреть, кто тут из профиков нынче ловит. Трофеев всех выудили? Трофеев всех выудили? Ладно, не хвоста! А кто-нибудь может помочь? Мне еще один человек нужен испытать, как она вдвоем идет, эта лодка. ловкий товарищ! Спасибо! Спасибо! Трофеев 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 Опять лискин намотали привет! За лискин сразу кавитация казалось бы листики какие-то сразу мотали и приехали Продолжение следует... Продолжение следует... ...что даже какие-то слегка келеватые НДНД лодки... ...на самом деле это просто частный случай плоскодонки. Потому что эта самая келеватость, она чисто символическая. И на воде лодки с малой келеватостью, особенно выведенные в плоскость в кормовой части, они ведут себя практически как плоскодонки. Добавление же вот этих плавников резко улучшило курсовую устойчивость плоскодонного Джон Бота. Он теперь разворачивается фактически как келеватая лодка. Полагаю, что цикл испытаний, который был запланирован для этой лодки, успешно пройден. И теперь я буду эту лодку просто с удовольствием эксплуатировать. Это еще одна лодка в копилку тайм-триала, которая получилась с первого раза и сразу как надо. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!